Уже в 44-й раз в нашем городе прошел конкурс юных дизайнеров «Модная провинция». На подиум вышло около 80 человек, среди которых, кроме берчан, представители многих городов и районов Новосибирской области. На модном показе побывали мои коллеги. Конкурс «Модная провинция» впервые состоялся 22 года назад. И каждый раз юные модельеры выносят на суд жюри и зрителей что-то новое. Ведь детская фантазия очень богата. Они приходят такими маленькими, да, четырех-пятилеточками. Я вот честно говорю, я не умею ни шить, ни рисовать вообще не умею. Поэтому людям, которые это умеют, я просто завидую белой завистью. Я все время смотрю на них на показах и думаю, боже мой, как же ты вот такими ручоночками маленькими сделала такой шедевр. Они все большие молодцы. По словам организаторов, этот конкурс позволяет детям под руководством опытных педагогов воплотить в жизнь множество оригинальных задумок и идей. Многое из того, что создают ребята, берется на вооружение профессионалами. Вот эти конкурсы – это ступени мастерства. То есть мы отбираем самых талантливых, самых, как сказать, самых способных, да, по крупицам отбираемых. И дальше даем возможность получать профессиональное образование в вузах страны. Мы стараемся развить индивидуальность у детей. То есть никаких шаблонов, никаких стандартов, потому что это дизайнеры будущего. У них совершенно свой взгляд на жизнь. Вот вы сегодня увидите, что очень разные коллекции, очень разные модели. Тем самым мы даем возможность им самореализовываться, чего они не всегда получат потом во взрослой жизни, к сожалению. Ольга Бессонова говорит, что самые талантливые участники, для которых модная провинция стала началом их успеха, в последующем работают во многих городах, как России, так и ближнего и дальнего заруберия. По правилам конкурса каждый участник создает полностью весь образ. Это и одежда, и аксессуары, и прическа. Расскажи, пожалуйста, что это у тебя на голове? Это гнездо, которое плела Кайси, как дизайнер. Продумывал образ. Такая изюминка. В своих работах я в первую очередь отражаю свой внутренний мир, себя выплескиваю все наружу, так сказать. Я проделала огромную работу, и мне абсолютно не важно место, мне важно показать то, что я сделала. Непосредственно создателей моделей в конкурсе участвуют 50 человек. И каждый из юных творцов по-своему индивидуален. У каждого свой подход к созданию одежды. Я могу смотреть мультики, и из мультика превращается в одежду. Ну, взять кого-то из мультика и нанести его на одежду. Жить это... Я чувствую, что это мое хобби. Я чувствую это восхищение, радость. Коваленко Таня с моделью Веселый Кот. Кто-то представляет отдельную модель, а кто-то целую коллекцию. Все участники разделены по возрастным категориям. Маленькой Веронике всего 4 годика, но она уже очень увлечена этим творчеством. Почему нравятся такие цветочки делать? Мне нравятся, потому что они разного цвета. А какой цвет тебе больше всего нравится? Фиолетовый. Фиолетовый? А кроме цветочков ты еще что умеешь делать? Умею еще рисовать кисок. Кого? Кисок. Кисок? А чем ты их рисуешь? Крандашами. Высокопрофессиональное жюри по достоинству оценило буквально все представленные модели. Первые места в разных возрастных категориях присуждены Марине Безверховой, Анне Востоковой, Лизе Гек и Кате Попковой. За лучшее платье для выпускного балла награждена Маргарита Макридина. Гран-при конкурса получила Ксения Подзорова. Гран-при конкурса.